Приветствую вас и знаете, у вас есть четкое осознание того, что вы хотите. То есть вам нужен мужчина, который вас бы подчинял. То есть вам нравится, когда мужчина доминирует, когда мужчина как бы сильнее вас, так вы чувствуете его мужскую силу, так вы уважаете его, так вы чувствуете себя женщиной. И если вы будете ломать себя и пытаться не деминироваться с теми парнями, которые вы считаете слабее себя, то вряд ли из этого получится что-то хорошее. Потому что вам нужно получать отношения то, что хорошо лично для вас, что хорошо лично вам, что удобно лично вам, что приятно вам, что интересно вам, что нравится вам. В плохом случае вы просто напросто себя будете ломать. А ломать себя, ломать саму себя, это все равно же, что идти по неестественному пути. Поэтому я думаю, что вы достаточно самоценный человек, достаточно интересная, привлекательная девочка, чтобы не соглашаться на меньшее, чем то, что вам нужно. Вам нужен мужчина, который сильнее вас, вот и нужно этого мужчину искать. Не нужно пытаться себя переделывать, не нужно пытаться подстраиваться под других людей. Вы никогда не будете счастливы с человеком, который вас не устраивает по таким параметрам, как мужчину, потому что если женщина нуждается в сильном мышлении, если она хочет, чтобы ее подчиняли, это значит, что так проявляется для нее женственность. И если эта женственность не будет проявляться таким путем, таким образом, то могут назначаться проблемы, могут возникнуть конфликты, неудовлетворенность и прочее. Вам необходимо по-пустому немножко подождать, немножечко не спешить и найти себе такого молодого человека, который бы дал вам все то, что нужно для того, чтобы стать счастливым. А когда вы будете общаться с таким мужчиной, которого вы не уважаете, которого вы считаете слабее себя, который, по вашему мнению, ну, все спихивает на вас, то вы и себя женщиной чувствовать не будете. И в нем вы мужчину тоже видеть не будете. И какое тогда это счастье? Какое тогда это удовольствие отношения? Какое тогда это вообще личное... Какая это личная сфера тогда получается, если вы не являетесь собой? Поэтому я думаю, что для начала вам нужно уважать и принять свои потребности в мужчине. Вот что, какой мужчина вам нужен, ну, я знаю это четко. Вот к этому идеалу и стремитесь. Другое дело, что если не один мужчина для вас не является достаточным сыном, вот это, конечно, проблема. И это говорит о том, что некая модель, модель, ну, в данном случае вашей личности искажает реальную жизнь. И тогда элементы этого искажения нужно поискать, найти, устранить, и чтобы вы могли быть с собой. Такое ощущение, что вы сами не принимаете в себе вот это вот проявление вашей личности, проявление и стремление к ее к доминированию, стремление к более сильному партнеру. Вам нужно это в себе принять, самой принять и начать это использовать. Относиться к этому не как к чему-то плохому, не пытаться сломать это благодаря общественному мнению, благодаря чему-то еще не важно. А именно принять как то, что это новым от природы и к этому стремиться для того, чтобы стать счастливым. Я думаю, именно так. А сильный мужчина вам встретится, он обязательно вам встретится, просто необходимо немножечко подождать, не спешить. Может быть, сменить круг общения, может быть, дать мужчине раскрыться, может быть, побольше давать ему ответственность, почувствовать, и чтобы он проявлял какие-то решения. Мужчина быстро войдет во вкус, и вы не успеете оглянуться, как он уже начнет доминировать. Помните, главное, если вам так комфортно, когда над вами доминирует мужчина, то отказываться от этого не стоит никак. иначе это уже будете не вы, а кто-то другой. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь, ссылочку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.